Временный запрет, изменения в ПДД и новинки следующего месяца. С октября белорусов ждут очередные изменения. Какие? Качество, проверенное годами. В Беларуси отмечают День машиностроителя. Больше всего нравится получать новые знания. Чем могут похвастаться предприятия города? Чужой беды не бывает. Белшина отправила гуманитарную помощь для Курской области. Мы вместе с людьми, которые пострадали. Почему важно не оставаться в стороне? С пользой. В Бобруйске прошла диалоговая площадка «Профилактика» со знаком качества. Для того, чтобы молодежь понимала, что для чего служит. Что волнует молодежь. Далеко не уедут. Всемирная голодовка и зима посреди лета. На Южноафриканскую республику обрушился мощный снегопад. На сколько метров вымахали сугробы? Александр Лукашенко на неделе принял ряд кадровых решений. Глава государства дал согласие на назначение новых директоров крупных предприятий страны, руководителей райисполкомов, ректора вуза, совместителей министров. 16 человек заняли новые места. Без хороших новостей не остался и Бобруйск. На должность главы администрации Ленинского района президент согласовал Марину Сгорскую. До назначения она работала заместителем руководителя администрации Первомайского района. С 2000-го Марина Валентиновна трудилась в Бобруйском горисполкоме. Я хочу вас поблагодарить, что в результате долгих собеседований, проверок вас, вы согласились на эти должности, потому что время непростое. Что там греха таить? Среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то тихонько отсидеться в это время, а дальше как Бог даст. Поэтому любое ваше согласие на назначение, на ответственные должности, а вы основа вертикали власти, вы непосредственно на фронте, вы в штурмовых отрядах, если говорить о военных действиях, вы впереди, вы лицом к лицу с людьми, вам труднее всего. И во многом будет зависеть работа вертикали власти и мнение о президенте от вашей работы. Александр Лукашенко предупредил, стране предстоит пережить сложное время. Впереди электоральная кампания. Глава государства подчеркнул, нельзя обмануть ожидания людей. Также президент ориентировал руководителей местной вертикали власти на ответственный хозяйский подход по отношению к веренным им регионам. Особенно важно это сделать нынешнему поколению, чтобы оставить образец для молодежи. Продление социальной скидки, бесплатная помощь адвокатов и новые правила. В ГАИ Беларуси рассказали об изменениях в ПДД. Чего ждать? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. С октября беларусов ждут очередные изменения. С начала месяца на 5% вырастут все виды трудовых пенсий. По предварительной оценке средний размер выйдет в 852 рубля. Также с 1 числа сократится список ремесел. Есть новости и для ИП. Некоторым придется пройти перерегистрацию. В следующем месяце вступят в силу обновленные перечни с деятельностью, которая разрешена для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров. Действовать он будет в течение полугода. В список вошли гипс, дезинфицирующие средства, медицинские перчатки, ампулы из стекла, ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений и многое другое. Ограничение не распространяется на товары с сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение, с сертификатом продукции собственного производства. В Госавтоинспекции Беларуси рассказали об изменениях в ПДД, теперь электросамокаты будут считаться механическими транспортными средствами, а те, кто ими управляет водителями. Нововведения также затронут велосипедистов, и тех, и других вновь обяжут спешиваться. Внести коррективы вынудила статистика. За последнее время число аварий с участием средств в персональной мобильности выросло на 70%. В Беларуси продлили скидку на социально значимые товары. Специальные цены будут доступны еще как минимум в течение квартала. Право на 10% дисконт имеют пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные и люди с ограниченными возможностями. В перечень входят хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина и курица. Чтобы приобрести все это по сниженной стоимости, покупателе нужно оформить бонусную карту. Бесплатный прием по случаю Дня пожилых людей проведут 1 октября адвокаты Беларуси. Юридическую консультацию люди смогут получить в области трудового, гражданского, семейного, жилищного права. Акция пройдет во всех регионах страны по вопросам, не связанных с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. В их честь поздравления, награды и почет. На плечах машиностроителей держится отрасль, которая, как известно, визитная карточка Беларуси. Десятки предприятий, сотни наименований, активное сотрудничество со множеством зарубежных партнеров. Наша страна на шаг впереди. Чем могут похвалиться заводы Бобруйска, расскажет Юлия Вернер. Полвека кропотливой работы и отменного качества. В этом году Бобруйска Громаш празднует дважды. Накануне Дня машиностроителя именитому заводу исполнилось 50 лет. За этот промежуток предприятие приобрело колоссальный опыт в сфере производства и реализации техники для аграрного комплекса. Однако главной ценностью по-прежнему остаётся человек. Многие посвящают годы самоотверженного труда любимому месту. Стаж у меня 33 года на этом предприятии. Так что всё время здесь отработал, никуда не уходил. Большой срок, ну так и работаешь, интересно. Технологические процессы, создаём машины, видим свой труд, его результаты, люди, коллектив. Всё это засасывает. С этими людьми всю жизнь проработал, знаю их, как бы их проблемы домашние. Всё это не чужое, меня знают. Поэтому менять на неизвестность я бы не стал. Добро пожаловать! Предприятие всегда тепло принимает новичков. Чуть больше года назад к дружной команде присоединился и молодой специалист Никита Копровский. Все практики, в том числе и преддипломную, он прошёл на Бавруйско-Громаше. Начинающий инженер-технолог уверенно делает первые карьерные шаги. По секрету, после отработки парень планирует остаться на уже родном заводе. Первое время сложновато, что и по цехам водили, и в другие отделы, знакомиться с другими людьми, запоминать весь этот поток информации. Было немножко сложновато, но со временем уже привык, то есть легче стало. Больше всего нравится разбираться в чертежах. То есть, когда приходит какое-то задание, что надо составить техпроцесс какой-либо детали, нам дают готовый чертёж, какая она должна быть. И мы тогда уже делаем разработку нового техпроцесса, последовательность операции и разбираться, какая именно деталь, что она обозначает, какую шероховатость ей необходима, квалитоточность и прочее. Благодаря упорному труду тысяч людей Бавруйско-Громаш в топе производителей сельскохозяйственной техники. За 50 лет предприятие расширило не только выпускаемую линейку продукции, порядка 150 наименований, но и сотрудничество со странами по всему миру. Наши машины с успехом помогают аграриям в Европе, Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке. Здесь выпускается та система машин, которая необходима нашим челевоспроизводителям. С помощью этих машин многие работы упростили в сельском хозяйстве. Ушло много труда ручного. По смену пришли новые технологии, которые способствуют повышению эффективности работы сельскохозяйственной комплексы. И вот эти достижения в аграрном секторе, они, конечно, связаны с машиностроением нашей страны. И связаны непосредственно и с машиностроением Бобруйска Громаша. Для души. Накануне в честь полувекового юбилея и профессионального праздника 70 человек получили заслуженные награды за добросовестный труд из рук директора. Бобруйска Громаш высоко ценит каждого, кто ежедневно прикладывает все усилия к развитию и улучшению предприятия. Все со своим характером. Все у нас уникальные. Но это люди, которые своим трудом создают готовый продукт. Люди, которые действительно готовы жертвовать своим временем, силами для того, чтобы получить результат. Это настоящие люди. Все вместе мы Бобруйск Громаш. Настоящие профессионалы своего дела трудятся и на заводе тракторных деталей и агрегатов. Анатолий Боричевский в своем деле как рыба в воде. 20 лет на предприятии, а общий стаж и того больше 44 года. Отточенные и выверенные движения видно невооруженным глазом. Мастер с большой буквы признается, за годы работы ТДА расцветает с каждым днём. Модернизируется оборудование, улучшаются условия. Поменялось очень сильно много. Коллектив стал более сплочённый, с высокими разрадами. Стабильно, который оселен на этом месте. Ну и зарплата тоже меня устраивает. Живу, радом, завод близко. Папа – лучший пример. Антон Акушевич на предприятии совсем недавно, без малого два месяца. Одной из причин, по которой парень решил распределиться на именитый завод, стал отец, который также трудится на ТДА. Молодой специалист описывает первое место работы тремя словами – простота, совершенствование и надёжность, которые как нельзя лучше раскрывают суть предприятия. Больше всего нравится получать новые знания, развиваться в своей сфере. Также нравится разбираться в каких-то системах. То есть я работаю с системами автоматизированными, с роботами, то есть с станками, которые имеют в своём составе роботов. И вот нравится изучать те системы, которые раньше нигде не видел, не работал с ними. Поддерживают, помогают, скажем так, обучают чему-то новому. За 75 лет завод тракторных деталей и агрегатов накопил колоссальный опыт, на котором строится настоящее и будущее. Количество сотрудников предприятия перевалило за 2500. География поставок свыше 70 стран по всему миру. Произведено и реализовано более 25 тысяч тракторов «Беларусь». Технику с лейблом «Сделано в Бобруйске» используют не только ближайшие соседи, но и потребители из дальнего зарубежья. Высокие показатели в очередной раз подчёркивают профессионализм и самоотдачу профи, которые стоят за большими цифрами. Дорогой завод, поздравляем с днём машиностроителя. Пусть всегда с радостью начинается рабочее утро. Желаем нашему заводу процветания. Побед и новых достижений. А коллегам – новых идей. Бобруйские гиганты не устают доказывать, какое бы давление ни оказывалось со стороны, мы становимся только крепче. За плечами предприятий огромный тернистый путь, который пройден достойно. Сегодня для Беларуси машиностроение не просто слово, а ведущая отрасль государства и масштабный пласт в экономике. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Ответить на вопрос каждого. В автотранспортном колледже прошла диалоговая площадка «Профилактика со знаком качества». Каждый раз в проекте, который организовывает комиссия по делам несовершеннолетних, принимают участие эксперты. На очередной встрече главным гостем стал прокурор Бобруйска. Александр Конецкий настроил ребят на общение в форме диалога. Открыто, искренне, без стеснений. Учащиеся со всех бобруйских СУЗов интересовали работа прокуратуры, личный и профессиональный опыт. Существует много достаточно государственных органов, правоохранительных органов. И для того, чтобы молодежь понимала, что для чего служит, каким образом функционирует государство, какие органы работают, какие за что отвечают, необходимо проводить встречи с представителями органов власти и управления. Вопросы позвучали самые разные, впечатления самые благоприятные. Ребята молодцы, задавали, не стесняясь, то, что их волновало. Это достаточно интересно для меня в будущем. Я рассматриваю эту профессию, собираюсь поступать дальше, получать высшее. И сегодня прокурор нашего города, он мне достаточно подробно объяснил, что есть к чему стремиться, что девушка проход тоже везде открыт. Очень много рассказал про свою специальность. Рассказал, в общем, про работу прокурора. Это очень интересно было. Рассказал про свою прошлую специальность следователя. Для нас тоже очень полезная информация, как ребят, которые учатся на юристов. Нам очень понравилось. Думаю, в будущем, возможно, тоже поступать. По его стопам мы пойдем. Проект «Профилактика со знаком качества» направлен на предотвращение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, воспитания гражданственности, патриотизма и самоидентификации. Помимо этого, встречи помогают молодежи подчеркнуть ориентиры для дальнейшего профессионального становления. Дороже нефти. В Беларуси продолжается уборка картофеля. Ожидаемый объем второго хлеба – 900 тысяч тонн. Такое количество с лихвой позволит обеспечить потребности и внутреннего рынка, и за границу накормить. О сельских тружениках Елизавета Липеева. Это бренд хозяйства. Вы сами видите, здесь даже памятник установлен, картофель. Жареное творное пюре «Фри» и даже «Пай» на страже продовольственной безопасности СПК «Гигант». Чтобы накормить страну от сих до сих, работы в полях идут бесперебойно. Трудятся хлеборобы с 7 утра до 8 вечера. В железных помощниках три комбайна плюс пять грузовых авто. Работа по себе очень сложная. Пыли очень много, так как засушливая осень. Ну а так вообще приятно работать. Кабина независимая, на амортизаторах. То есть удобно работать на этой технике. А если бы интереса не было, как бы и не работали. Кому-то надо кормить город. Второй хлеб фальяжно занимает в СПК «Гигант» 400 гектаров. Львиная доля – 85% площадей – отведено под отечественный сорт «Бриз» – сочетание вкуса, качества, плодовитости. Урожайность культуры кормилицы 360 сантиметров с гектара, при средних 313 по стране. Ежедневный привес от 450 до 600 тонн. Маршрут на 14 тысяч. Работа пыльная, серьёзная работа. Смотреть, контролировать, чтобы крутилось всё. На время уборки нет выходных. Работа усилена. В этом году климатические условия для картофеля, конечно, были жёсткие. Нет влаги. Критическая по влаге. И это очень болезненно сказывается на всей культуре, не только на картофель. На финишной прямой, несмотря на помехи небесной канцелярии, уберут картофель аккурат под агротехнические сроки до середины октября. Ожидаемый результат по всей стране – свыше 900 тысяч тонн. Такие объёмы гарант прод безопасности, качество сохранности урожая гарантируют на приёмке. «Отделяется на три фракции – продовольственный крупный, семенной и мелкий. Картофельное хранилище рассчитано на 20 тысяч тонн». Подготовка почвы под посев урожая будущего года. Уборка кукурузы, овощей, сельхозработы в полях будут кипеть вплоть до ноября. Хлеборобы точно знают – один день круглый год кормят. Елизавета Липеева, Максим Калинин. Итоги недели. С начала сентября республиканская акция «Спина к спине», которую запустили по инициативе общественного объединения «Белая Русь», объединила тысячи неравнодушных людей по всей Синеокой. Наш народ на своём примере показал – настоящая сила в единстве. За кратчайшие сроки белорусы собрали тонны гуманитарной помощи для Курской области. Как это было? Далее. С самого утра в магазине кипит работа. Сотрудники крупнейшего предприятия города бережно упаковывают коробку за коробкой. Внутри – ценный груз, который совсем скоро отправится в Курскую область. Республиканская акция «Спина к спине» ещё сильнее сплотила не только коллектив, но и два братских народа. Белшина не осталась в стороне и протянула руку помощи. У нас всё получилось. Собирался сбор наличных денег. Вот мы собрали количество достаточно внушительное и сегодня производим закупку товаров согласно перечне, предоставленной российской стороной. Это сухпайки в основном, макароны, тушёнки, консервы, грешневая каша – всё, что нескоро портится. Благодаря общим усилиям почти тонна гуманитарной помощи отправится к своим адресатам. К важному делу руку приложил каждый неравнодушный. Большая белорусская семья своих в беде не оставит. Люди со всех уголков республики с энтузиазмом принимают участие в акции. Напряжённая обстановка в Курской области сохраняется. Многие вынуждены покидают свои дома, успев схватить с собой только документы. В такие моменты любая помощь – малая часть, что можно сделать для тех, кто в один миг лишился крова, пищи и чёткого понимания того, что будет завтра. Это идёт от чистого сердца всех работников Белшины. Мы и желаем жителям Курской области, чтобы побыстрее на их земле наступил идея. Конечно же, очень важно принимать участие в таких акциях, потому что таким образом мы поддерживаем, мы вместе с людьми, которые пострадали. Мы проявляем своё добро, свою заботу, своё внимание, сочувствие. То есть, таким образом, мы миролюбивые, мы за мир. И, конечно же, мы хотим, чтобы все жили в мире, в согласии и в благополучии. Мне очень приятно, что Белая Русь проявила такое активное участие в ней. И данный груз, который мы собрали, является всего лишь капелькой, которая образует поток нашей помощи братскому курскому народу. Белорусы в очередной раз доказали – самое главное богатство нашей страны – люди. Неравнодушные, открытые, целеустремлённые. Они всегда готовы протянуть руку всем, кто нуждается в помощи. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Ломались клюшки, лёд трещал. Бобры уступили команде из «Золотого дивизиона». В соперниках у «Динамо» шинник – серьёзный противник. Питерская команда «СКА» – 19-46, лидер «Золотого дивизиона». Наши в начале пути – на пьедестале «Серебряного». Статусные гости ретива начали игру и открыли счёт. Уже на второй минуте, спустя 45 секунд, вторая шайба в воротах хозяев. После двух периодов счёт 2-0. За спиной у клуба мощная поддержка бобруйчан. Трибуны не смолкали ни на секунду. Подопечные Андрея Михалёва выкладывались на максимум. Однако завершилась эмоциональная игра со счётом 5-1. «Ребята пришли с высшей лиги. Поймите, что два-три раза быстрее всё. Поэтому, конечно, нужно адаптироваться. Тестировали сейчас ребят, да, ну, как бы неплохая форма. Что в октябре будет, нас будет ждать, да, там, может, домашние выезды. Потом в ноябре будет У-20, то есть сборные. Поэтому мы там уже будем как-то корректировать. Ну, пока мы в хорошей физической форме. Нам не хватает именно техники. Соперник быстрее, и мы должны быть быстрее». После девяти сыгранных матчей бобры возглавляют таблицу с 13 очками. Следующий ледяной поединок юные динамовцы проведут на выезде 30 сентября. В соперниках Академия Михайлова и Стулы. На домашнюю арену бобры вернутся только 17 октября. Болеем за наших? Без крыши над головой, удар по автогигантам и кинематограф будущего. Джеймс Кэмерон, режиссер фильмов «Титаник» и «Терминатор», вошел в совет директоров стартапа в области искусственного интеллекта. Какие ноу-хау ждать на экранах? Далее громкие заголовки мировых новостей. По информации ООН, с острой нехваткой продовольствия сталкиваются 333 миллиона человек, живущих в 78 странах. Острую недостачу в еде испытывают 20% семей, а от недоедания страдает каждый третий ребенок в мире. Специалисты выделяют несколько причин – войны, конфликты и чрезвычайные климатические ситуации. Гуманитарное агентство Организации Объединенных Наций прогнозирует, Не менее 18 стран и регионов планеты, уже страдающих от дефицита продовольствия, могут столкнуться с еще более масштабным голодом, если помощь туда не поступит в срочном порядке. В Германии профсоюз выступает против закрытия автомобильных заводов. Автогиганты решили сократить число сотрудников. Затяжной кризис угрожает разорить немецкий концерн, поэтому вариантов у руководителей немного. Активисты возлагают ответственность за происходящее не столько на управляющие фирмы, сколько на власти Германии. Демонстранты считают, правительство оказывает слишком малозначительную поддержку предприятиям. На Южноафриканскую республику обрушился мощный снегопад. Сугробы достигли метра в высоту. По словам местных чиновников, сильнее всего пострадала ключевая автомагистраль. Несколько ее участков были закрыты из-за гололеда и плохой видимости. Объездные пути стали непроходимыми, многим пришлось ночевать в машинах. В некоторых провинциях к устранению последствий непогоды привлекли военных. В США растет число людей, оставшихся без крыши над головой. Их уже насчитывается 550 тысяч. По итогам года цифра может превысить 653. В качестве причины называют большой наплыв нелегальных мигрантов, а также экономические и социальные проблемы, включая высокие цены на жилье и аренду. Сказывается и отмена поддержки и налоговых льгот, введенных в период пандемии. При этом отмечается финансирование приютов для бездомных, истощает городские бюджеты. Джеймс Кэмерон, режиссер фильмов «Титаник» и «Терминатор», вошел в совет директоров стартапа в области искусственного интеллекта. Канадец отметил, сочетание нейросети и компьютерной графики откроет авторам новые возможности рассказывать историю такими способами, которые мы никогда не могли бы себе представить. Компания, с которой сотрудничает творец, привлекла около 180 миллионов долларов финансирования. Среди ее разработок – инструмент для перевода текста в видео. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Новости Новости Новости